До 25 сентября в республике продолжатся профилактические мероприятия «Внимание! Дети!» и «Месячник по безопасности дорожного движения», приуроченный к началу учебного года. О статистике ДТП с участием детей в Якутии расскажет Виталий Абрамов. С начала года на дорогах республики зафиксировано уже 110 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, при которых 118 детей получили различные травмы и, к сожалению, шестеро погибли. Один из последних случаев произошел в Мегино-Кангаласском улусе, где выпивший дед, не справившись с управлением, опрокинул автомобиль и погубил свою внучку. Они не пользовались именно детским удерживающим устройством. Если они пользовались бы детским удерживающим устройством, такого не случилось бы. С началом сентября госавтоинспектора отмечают всплеск автоаварии с участием юных пешеходов и пассажиров. Причина этому – нарушение ПДД со стороны водителей, так и со стороны детей – нередкий случай пренебрежения правил. Чтобы это предупредить, по всей республике автоинспекторы посещают образовательные учреждения и проводят тематические занятия с детьми. Если не будет вот такого светоотражающего элемента, да, ребята, вас не увидят ни водитель, ни пассажир. Мы стараемся проводить мероприятие ПДД раз в месяц. Запись в журнале, это проводят классы руководителей. Вне классное мероприятие мы проводим на Камику. В госавтоинспекции обращается ко всем участникам дорожного движения, быть особо внимательными при проезде мест возможного появления детей, а также при их перевозке. Уважаемые родители, водители, призываем вас соблюдать правила дорожного движения, чтобы все водители и родители использовались детским удерживающим устройством и детскими креслами. Все дети, погибшие в этом году при ДТП, погибли по вине взрослых. Если бы они были более благоразумны, использовали бы детские автокресла, не садились бы пьяными за руль. Если бы. Не дожидайтесь, когда беда придет к вам в дом. Это Ле Абрамов Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.